Мы дадим им повод еще раз отнекаться от нас. Хотите, я вас покормлю? Ладно, пойдем поржом, называется, через территорию. Вимави, не знаю, будет, но если они вместе с уральскими, все вопросы к ним, к уральскими авиалиниями. Тихо, тихо, тихо. Не, так у нас вимави, он сказал, что как-то... Они летят вместе с уральскими авиалиниями. Одна и та же компания. Я не знаю, где, я не могу ничего сказать вам. Я вам говорю, где только уральские авиалинии, все. Можете выходить вон налево туда. Вы нас обратно-то запустите? Обратно, конечно, такая же процедура, какие проблемы. Какие процедуры? Ну, так же сюда заходили. Так. А вы как думали? Вы же сейчас пойдете, я же не знаю куда. То же самое, просто снимите, все так же пройдете, заходите, пожалуйста. Ради бога, никаких проблем нет. Вообще, у кого-то правду тут можно сыскать? Только у представителя авиакомпании. В данном случае. А он сказал, что у него и нет права сюда заходить. Он говорит, я не могу сюда зайти. Он говорит, что он не имеет права сюда заходить. Он имеет право, рядом есть служебный проход, он может зайти сюда через служебный заход и к вам прийти. Поэтому он не несет, что я его. Вот я с ним по телефону разговариваю, что он не может. Вот рядом. Не могу повторить еще раз. Мы хотим записать, мы все это действие снимаем сейчас. Расскажите, пожалуйста, имеет ли представитель в Ямаве зайти сюда вот? И пообщаться с клиентами. Имеет, полное право имеет. Вы извините, молодой человек, вы почему без моего согласия меня не имеете? Потому что это служебное сейчас расследование уже ведется. Подождите, служебное расследование. А вы на работе. Я-то на работе. Вы же не частные лица. Я не представитель авиакомпании. Ну вы представитель аэропорта. Я представитель аэропорта. У вас сейчас право нарушения. Че, с моей стороны? Нет. Мы сейчас начинаем узнавать. Выясним. Представитель авиакомпании может к вам зайти сюда. Вы меня тогда хотя бы спросите. Ну тогда, пожалуйста, посодействуйте его заходу сюда. Возьмите его за шеворот, приведите, скажите. Мне бегать за ним. А мы тут в 7 утра бегаем. А я же тоже не знаю, где он, так же, как и вы. Я вам могу сейчас, пожалуйста, давайте кого-нибудь пройдем, я вам покажу, где уральские авиалинии, компания. Нам Vimavia нужна, потому что уральские авиалинии от нас открещиваются. Они говорят, вы вообще не наши, тут уже рейс на рейсе, понимаете? Они друг на друга перекрещиваются. Да как кто-то есть, внятный, кто может дать четкий, конкретный ответ? Кто-то представитель авиакомпании. Vimavia. Если Vim... Вот позовите его, пожалуйста. Я его могу найти. Давайте мы вам сейчас позвоним, как бы дадим вам трубку, и вы с ним поговорите. Хорошо. Давайте так сделаем. А? Я его, ради бога, рядом есть служебный проход, он к вам любит 5 минут, ему никто тут не препятствует. Важная рация есть, все связаны друг с другом. Мы с ним никак не связаны. Ну, может быть... Авиакомпания это сама по тебе. Они сами по себе, вы же как будто не знаете. Не знаю. В 7 утра я вообще ничего не знаю, я хочу улететь и не могу улететь. И нас динамят с одной стороны на другую. Я прекрасно вас понимаю, но в данном случае я вам могу сказать, что одно только, что представитель авиакомпании сюда зайти может. Без никаких проблем. Вот, пожалуйста, рядом служебный проход. Набери, пожалуйста, еще раз представителя Вимавиа, вот говорят, что он может сюда пройти, то есть получается, что он нас обманывает. А я слышал, нет, я просто сейчас хочу до него дойти. Не надо находить, пусть он сейчас еще раз ответит. Вот прямо сейчас, чтобы поговорил с человеком. Потому что он убеждает, что он сюда не имеет права сказать, и тут говорят, что он может. Пусть дадут возможность ему пройти. Пусть он придет сюда. Алло, Владимир, добрый день. Дай трубочку. Трубочку передаю представителю аэропорта. Ну, не важно, сами. Алло, здравствуйте. Тут, значит, вас просят зайти пассажиры. Ну, 132-го рейса. 132-го рейса, 274-ю стерильную зону. Почему вы говорите, что мы не имеем права вас пропустить? Ради бога, проходите. А? Да уж давно вам разрешили. Сейчас подойдите, где у нас просто на первом. Я вам покажу, как пройти в стерильную зону зал к пассажирам. Вы знаете, где у нас, да, заходит? А? А? Конечно, вот через ЗПК проходите к зал к пассажирам. Вас там никто не держит. Вас здесь ждут. Пожалуйста. Самолет заправляется или... Сейчас, сейчас, вот он, слышали. Спасибо огромное, ждем. Все, ждем, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Да вам, да мне-то за что-то. Ну как, хотя бы за человеческое отношение. Ну тогда, пожалуйста, все, вам улететь хоть нормально. Мы вам снится будем потом. Обычно в аэропорту думаешь, не только взлететь, да, нормально бы приземлиться. А тут хотя бы взлететь. Какая жесть вообще. Оборот. Да. Да. Вот сейчас. Да. Спасибо.